Привыкаем к лучшему. В России наступает эра цифрового телевещания. Что получат зрители? Каналов намного больше, картинка намного лучше. Помехи, искажения, все, что портило удовольствие от любимых программ и фильмов, останется в прошлом. Когда заработают телевизоры по-новому и кому возместят расходы на современное качество просмотра? Все это обсуждал сегодня Кабинет Министров. Георгий Алисашвили подробнее. Радикальное изменение технологии эфирного вещания сразу назвали цифровой революцией. И в масштабах России, казалось, нету революции конца, слишком уж широка страна. Но нет, уложились точно в срок, за 10 лет. Более 5000 новых передающих станций на каждой по два передатчика, построенных по всей России, гарантируют одинаковое покрытие практически в любой точке страны. Так что неважно, где именно вы включили телевизор, в мегаполисе или на таежном хуторе. Новая эра на ТВ нивелирует разницу между городом и селом. Аналоговый сигнал по нынешним стандартам качества даже в идеальных условиях, ну, как-то не очень. А есть ли помехи? И звук, и картинка, что называется, плывут. Цифровое вещание решает эту проблему раз и навсегда. А еще это изображение высокой четкости, дополнительная информация, вшитая в сигнал, например, программа телепередач. И главное, в диапазон трансляции умещается больше, намного больше разных данных. По сути, вместо одного телевизор принимает целых 10 каналов. Этот пакет называется мультиплекс. Сигнал первого мультиплекса, в него входит и наш канал, уже несколько лет принимает вся страна. Второй, это еще 10 программ, был запущен на прошлой неделе. Начали с Тверской области. От аналогового вещания там откажутся в начале декабря. Ведь уже сейчас каналы из цифровых пакетов доступны в полном объеме. Очень четко, очень ярко, цвета очень красивые. До конца года всю техническую базу для второго мультиплекса запустят и в других регионах. Фактически это закрепляет за каждым российским телезрителем возможность бесплатно смотреть 20 каналов. Есть, правда, полтора процента зрителей, живущих там, куда даже новые передатчики не добивают. Собственно, и аналогового телевидения там никогда не было. Об этой аудитории тоже не забыли. На этих территориях большое количество людей уже смотрят спутниковые каналы. Только им приходится платить на данный момент абонентскую плату. У нас сейчас есть договоренность со спутниковыми операторами, что это будет происходить бесплатно. С началом цифрового вещания на новых телевизорах просто поменяются настройки. А вот моделям старше 2012 года потребуется недорогая приставка. Важно, чтобы те вопросы, которые могут возникнуть, если обратятся люди, решались без проволочий. Могут возникнуть трудности с приобретением приставок для приема цифрового сигнала. Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть. И этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой. Тем, кто сам не сможет разобраться, как все подключить и настроить, помогут волонтеры. Кстати, каналы, не попавшие в цифровые пакеты, продолжат свое вещание в прежнем режиме. Разве что теперь борьба за внимание зрителей станет намного острее. Впрочем, сами зрители от этого только выиграют.